Девушки отдыхают Всем привет, дорогие друзья. Ну что ж, мы продолжаем. Напомню, это вторая серия альтернативного судейства номинации «Ячмень» в Лиге Огненной Воды. Это конкурс виногров, самогонщиков, дистиллеров, который проводится в сети Инстаграм. Ссылочка на аккаунт Лиги здесь, где-то. Напомню, что помимо официального судейства организаторами конкурса было принято решение провести альтернативное судейство с привлечением коллег по хобби. В эту комиссию вошел я, Вакентон Дистиллерии и Артем из Проперруд Бороса. Вот, у нас мы втроем альтернативно отсудим номинацию по «Ячменью» в «Ньюмейке». Вся более подробная информация в первом ролике, пожалуйста, я не буду повторяться, ставить ваше время. Посмотрите, пожалуйста, первую часть, а мы идем с вами дальше. В прошлом ролике я отсудил 12 образцов и в этом также планирую отсудить 12. Ну давайте, чтобы не тянуть катакт за гривом. У нас номер 15 на очереди. Напомню, крепость «Ньюмейков» колеблется от 60 до 75, поэтому я взял условно среднюю крепость 67 градусов и, исходя из нее, редуцирую до условно 40. Естественно, где-то у меня будет получаться чуть больше, где-то чуть меньше. Вот, но я не знаю, насколько это глобально влияет на результаты, мне кажется, не сильно глобально, но иного выхода я, к сожалению, не вижу. Так, образец номер 15. Напомню, что я не знаю, кто из этих участников, вы их, наверное, видите на экране, да? Потому что мне обещали после судейства дать кто под каким номером, но на данный момент я не знаю, чьи это образцы, чей вот это конкретно образец, я не знаю. Так, все делается с лишним. Так, копченка пошла. Сразу копченка. Копченка деликатная. Ну, вы знаете, что-то есть, но... Помимо копчености еще вылезает какая-то... Я не вижу здесь какого-то криминала, но и какого-то выигренного баланса я также... Здесь не слышу. Ощущается, что это такой... Есть немножко тела в этом напитке. Вы знаете, неплохо. Неплохо. Я думаю, что... Это, конечно, и 70 плюс. Мне не очень здесь нравятся кислые оттенки в аромате. Поэтому я поставлю где-то, наверное, баллов 67. 67 баллов. Так как у нас первый день был, это пошел второй. Ну, и деликатная копченость придает определенную шарму этому напитку. Гвоздиков немножко там есть, так и я думаю, на самом деле, небольшой потенциал у нас есть. Я думаю, что из него может получиться неплохой. Так. Номер 50. Вам, скорее всего, видно. Ну, так я и показываю. Ну, так. Ну, так. Вот та же история, что был, по-моему, 46-й, что ли, номер. Какой-то вот дефектный аромат подкисших соленых огурцов. Ну, нет, это явно. Здесь также, видимо, какая-то была проблема с брагой. Нет, это неприятный напиток. Это... Фух, 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 фух. Даже не знаю, что... Ну, тут на самом деле... Пусть будет 50 баллов. На самом деле, 2 балла ниже, 2 балла выше. Да, конечно, чувства я сейчас наговорил. У своих коллег, которые почти все на меня подписаны в инстаграме. Чувствую, будут сейчас массовые отписки. Отписки, наверное, сейчас пойдут. Что будет сейчас в комментариях, я вообще не представляю. Но, на самом деле... Кто-то у вас знает, что я критично отношусь вообще к участию винокуров, наших коллег в судействе, в конкурсах. 29. Вот. И, в частности, за это постоянно критикую конкурс «Знак качества». Но в данном случае моя оценка ничего не решает. Она не влияет на турнирную таблицу и на те баллы, которые поставил профессиональный жюри. Это просто альтернативная оценка и авторитет. Так. Номер 29. О, друзья. Блин. Чуть лучше, чем предыдущие, но ненамного. Тоже какие-то соленья, какие-то огурцы. Знаете, эти палочки-то, как они называются, тоже, которые солят, длинные такие. Еще и приправлены чем-то таким. Тоже копченые. Нет, 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 вообще не туда. Ну, чуть получше, чем предыдущий. Номер 29. 52 балла. Ставлю. Прошу коллеги, друзья, на меня не обижаться. Так, поехали. Номер 38. Хочу дать несколько пояснений. Возможно, возникнут вопросы, почему я комплексно оцениваю напиток, а не раскладываю его на 4 составляющие, как это делают все остальные. Просто, на самом деле, друзья, мне так удобно. Это раз. Во-вторых, я не считаю, что аромат, допустим, напитка в равных долях может участвовать в общей его оценке наряду с, допустим, с вкусом или послевкусием. То есть, я не то чтобы критиковал шкалу Мюрре, чей авторитет абсолютно я уважаю, но мне удобнее комплексно оценивать напиток, нежели делить его на 4 части по 25 баллов. Кто-то по другому принципу оценивает, пожалуйста, я нисколько не протестую, главное, чтобы был результат. Так, другая немножко история. Тут головешечки. Здесь очень очищенный вистиллят. Подпущенный оголовь, подголовь, точнее. Но профиль мне не очень нравится. Нет ни цветочности, ни фруктовости, ни сухофруктов никаких, что-то химическое. Хвостики тут тоже. Чувствуете? Хвостики тут тоже. Ну, видно, что пытались очистить. В итоге исказили профиль напитка. Так, это у нас образец номер 38. 38 мы ставим 56 баллов. Да, не больше. Так, номер 42. Немножко поинтереснее. Тут вот ягодность. Тоже под очищенный образец. Аромат довольно приятный. Пустоватый, плосковатый, но приятный. Мыльность присутствует в аромате. Вряд ли она во вкусе точнее. Не знаю. Но она, наверное, так и останется. Но в целом, в целом на 65 баллов этот напиток, я думаю, что тянет. Если бы чуть-чуть сделали пожирнее, тело, если было побольше, то можно было бы... Да, аромат нестабилен. 65 баллов. Номер 42. Это номер 20. Друзья, номер 20. Так. Знаете, что напоминает? Аромат сырого погреба. Я бы так это охарактеризовал. Сырой штукатурки. Где-то в подвале. Как-то так. Еще и с призвуками... С призвуками... Какого-то битума. Какого-то битума. Так, давайте переходим к следующему образцу. Это у нас будет образец номер 17. 17. Чувствую себя, как я на спорт лото участвую. Ребята, а что вы со мной делаете? Ну, тут, видимо, соленые огурцы из подвала номер 20. Соленые огурцы. Соленые огурцы. Я бы сказал, патиссоны. Маринованные патиссоны. Вот так вот, наверное. Это был номер 17. 48 баллов. Поехали дальше. Номер 16, друзья. Номер 16. Ну, вот это уже что-то. Что-то более интересное, но... Все равно какую-то сырость отдает. Копченый вариант. Продолжение следует... 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 Явы... Продолжение следует... 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 Но вот это, пожалуй, наилучший за сегодняшний день образец, есть намеки на фруктовость. Он немножечко не собранный, но по крайней мере нет откровенных каких-то дефектов. Он тоже ободранный, не чувствуется такого, прям, чтобы не ободранный, но пустоватый, пустоватый роман, плосковатый, но явных каких-то отталкивающих, каких-то явных отталкивающих здесь элементов я не слышу. Это может приобрести в бочке, неплохо заиграть. Спасибо. 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 Пойдемте沾 farther и звука. Да, друзья. Это был номер 12, номер 12, 69 баллов, друзья. Ну вот и все, друзья, вторая сессия закончилась, 12 следующих образцов ждут нас в третьей сессии. Что хочется сказать по итогу второй сессии. Очень много было копченых релизов, не релизов, а этих немейков. Очень много было копченых немейков. И что я хочу отметить, да, общая тенденция, как вот все друг другу передавали. Вот это пошла вся волна влечения криспом копченым, который запустил уже не Могачев. Вот Женя на самом деле в очередной раз открыл ящик Пандоры. Все кинулись за этим криспом. И все из уст и уста стали себе, ну, друг другу передавать, что, дескать, вся копченость лежит в хвостах. Что, чтобы поиметь эту копченость в аромате, нужно брать прям низко, низко, низко. Там люди не до, там, 50, не буду врать, короче, очень низко там брали, набирали этих хвостов. И я так понимаю, все в это ударились. И, в общем-то, это основной, как бы, бич всех образцов, которые сегодня получили. 50, 52, 58, ой, 48, 52, 55. В общем, вот это основное, короче, вот эта проблема. Вот это основная причина вашей неудачи, вашего нью-мейка. Что будет с ним дальше, я думаю, ничего хорошего. Вот это вот, собственно, ребята, вот это вот хватание хвостов, скорее всего, у вас всех и подкосило, потому что вы там набрали, блин, такого, что реально. Вот такое резюме, друзья. Встретимся с вами в следующем ролике, где проведем дегустацию еще 12 образцов, ну и что я могу вам сказать на вращении. Помните, что в наших с вами руках иногда все-таки рождается магия. Ну и да пребудет с нами маленькая печень, друзья. До скорой встречи. Пока. Пока. Продолжение следует...